Приветствую вас. При сильной эмоциональной связи такие проявления действительно имели место быть, потому что люди, находясь в какой связи, в каком взаимодействии очень чувствительны к биополю человека. То есть вы, например, чувствительны к полю своего друга. И когда его поле меняется, то ваше поле, оно как бы чувствует это. Такие случаи, в принципе, они редко бывают. Ну вот, например, у сиамских заблуднецов такая история наблюдается. Там люди чувствуют друг друга очень сильно. То есть когда один болеет, другой это чувствует. Вот. Ну то есть, в принципе, в принципе, как бы это нормально. Это нормально. То есть, такой может быть. Ничего нереального в этом нет. А если вам не нравится подобное, то, соответственно, имеет смысл отдалиться немного от друга, то есть меньше чем общаться, меньше чем взаимодействовать, то тогда биополия немножечко обретет свою независимость. и, соответственно, поле друга перестанет влиять на него так сильно. Вот. Если вам не критично то, что происходит, то, соответственно, тогда продолжайте общаться как общаться. Вот. Я не думаю, что будет что-то ужасное или что-то страшное из-за этого. Вот. На самом деле главное, чтобы друг ваш, он это как бы оценивал, чтобы он это как-то вот чувствовал, понимал, ценил и берег. Вот. И я думаю, что при таком раскладе вы вполне можете друг друга дополнять. Вот. И здесь, в принципе, самое главное, чтобы вас это устраивало. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует... Продолжение следует...